Привет-привет! Многие, наверное, удивятся, при чем тут видео автомобильной тематики хинкали. Кукурузные лепешки, соленые слососовые ребрешки и ча-ча с пятилетной видерской в дубовом почке. Сейчас вы узнаете, только все по порядку. Этот видео продолжение видео. Диагностика проверка мембраны маслоотделителя. Где я показал несколько методов проверки мембраны маслоотделителя. И ссылка будет внизу в описании этого видео. Тут я покажу еще две самых простых методов для проверки и подойдет для большинства автомобилей. Первый простой метод проверки мембраны маслоотделителя, который я покажу тут, это проверка с помощью тимогенератора. Все элементарно. Так же, как и при поиске подсоса воздуха в двигателе, запускаем тим в моторе. И если мембрана порвана, то на 100% вы увидите выходящую наружу тимовую струю из крышки. Вот из этой маленькой дырочки будет вырываться на улице тимовая струя. Ну и самый простой метод проверки мембраны это вскрытие. Снять крышку маслоотделителя и своими глазами посмотреть в каком состоянии внутри мембраны. Вот для этого нам понадобится ритуал 100 грамм для храбрости. Дело в том, что крышка маслоотделителя за все время эксплуатации становится все хрупкее. И во время разборки очень легко можно отломать держатели. После чего с большой вероятностью оно становится непригодным. Придется ее выбросить. И если нету запасного варианта, мы окажемся в трудном положении. Пока не достанем другую крышку или не купим маслоотделитель в споре. Если, например, мы останемся без крышки или даже мембрана порвана и не имеет смысла поставить ее обратно, то покупки новой мембраны, некоторые вообще глющат вот эту трубку. Трубку, которая через маслоотделителя в пускном коллекторе подает картерные газы, очищение от масла. В качестве заглушки можно, например, использовать вот такую резиновую заглушку, а не тряпочку или целлофан. А то, если засосет внутри коллектора потом, то долго вам придется ломать голову, почему ваш двигатель тарахтит или вообще вышел из строя. После качественной заглушки в каком-то мере перебоя троение двигателя исчезает и некоторое время можно будет ездить на машине, пока мы не купим и установим новую мембрану. Ну и теперь, что мы должны сделать, чтобы вскрыть и снять крышку маслоотделителя. Рекомендую сделать это на горячем двигателе. Так как пластмассовая крышка в это время менее хрупкая и есть малый шанс, что мы испортим, отломаем ее наконечники. И еще 100 грамм водки для храбрости тоже не помешает. Понадобится отвертка или вот такой ножик и тряпка. С помощью ножика осторожно отодвигаем держатели крышки по очереди. Это не совсем легко, как нам кажется. Потом осторожно снимаем крышку, так как внутрь пружинка. И чтоб не разлетелись вокруг наши детали. Снимаем и внимательно изучаем мембрану. Нету ли трещины, тирки на нем. Если нужно, меняем и потом вставляем все на своем месте. Вот и вся философия. Тут у меня видно, что некоторые держатели крышки у меня в треснутом виде. Но ничего страшного. Главное, чтоб во время сборки крышка держалась плотно. Ссылки для покупки мембраны на Алиэкспрессе. И даже крышку тоже можно найти там. Оставлю ниже описание этого видео. Ну и в конце видео хочу попрощаться. Спасибо всем за внимание и просто подписаться на канал. Жмите на колокольчик.